Замки всегда вызывали интерес и восхищали своей архитектурой и историей. Как военные объекты сначала они привлекали рыцарей, монархов и политиков, а позднее художников, поэтов и путешественников. В XIII-XIV веках, в пору расцвета замковой архитектуры, рыцари Тевтонского ордена построили в завоеванной Пруссии большое количество замков. Сейчас на территории нашей Калининградской области в той или иной степени сохранности можно увидеть 20 замков. Рыцари стремились выдерживать расстояние между замками в пределах 15-30 километров, чтобы от одного замка к другому это составляло не более дневного перехода. Такое решение было вызвано не только военными соображениями, но и требованиями Орденского устава. Ночевать орденские рыцари обязаны были в стенах замка. Типовое устройство замков, имевших, как правило, прямоугольную форму, состояло из двух частей – собственно, замка и Форбурга. Форбург – это передовое укрепление, ограждающее замок с наиболее опасного направления. В Форбурге жили оруженосцы, слуги, находились кузницы, пекарни, склады, конюшни. У стен двора располагались многочисленные крытые помещения. Здесь были конюшни, псарни, коровники, всевозможные мастерские, навесы для хранения сена и соломы, открытые кухни. Вместо туристов, которые теперь отдыхают в тени руин, здесь постоянно ходили люди, занятые своим повседневным трудом. Готовка пищи проходила практически непрерывно. Лошадям уделялось особое внимание, их все время кормили, поили и дрессировали. Оружейники и кузнецы чинили доспехи, ковали железные предметы для нужд замка, ремонтировали повозки и телеги. Кругом стоял неугомонный шум непрерывной работы. Замок Нойхаузен Был возведен в 11 километрах к северо-востоку от Кенигсберга в 1292 году. Был возведен в 12 километрах к северо-востоку от Кенигсберга в 1292 году. Северо-востоку от Кенигсберга в 1292 году. Первоначально он принадлежал епископу Замланда, а после реформации стал летней резиденцией герцога Альбрехта. При герцоге были возведены новые замковые постройки, а существующие значительно расширены и дополнены новыми конструктивными элементами. При Альбрехте был заложен роскошный парк за осадом, а в местных лесах выделена большая охотничья зона. В 1553 году, когда замком владела вторая жена герцога Альбрехта Анна Мария, там родился наследник герцога Альбрехт Фридрих. Орденский замок Нойхаузен в Пруссии не пользовался большой известностью. Он не отличался архитектурной изысканностью внешних форм и интерьеров. Здесь не принимались судьбоносные решения о войне и мире, не заключались союзнические договоры и никогда в древности не велись боевые действия. Размеренная жизнь в окружении лесов и болот была, выражаясь современным языком, скорее санаторно-курортной, прерываемой лишь шумными визитами герцогов, курфюрстов, а позднее и коронованных особ с многочисленной свитой. Но в замке происходили и загадочные события. Так 20 марта 1568 года в замке Тепиау умер первый герцог Пруссии Альбрехт. А спустя 16 часов после его смерти в замке Нойхаузен внезапно скончалась его жена, 35-летняя Анна Мария. Вполне можно предположить, что ее смерть устраивала некоторые политические силы ввиду болезненного состояния 15-летнего наследника. Властная Анна Мария вполне могла претендовать на роль регенши правительства Пруссии. Традиции замка как место для отдыха, охоты и перов сохранил и другой его владелец, курфюрст Георг Вильгельм, сделав его своей летней резиденцией и своеобразной охотничьей столицей. Об этом говорил и состав замковых построек и помещений тех лет. Мельница, пивоварня, винокуренный цех, конюшня, гостевые залы и комнаты. В замке имелась уникальная серебряная посуда, пивная и винная, в виде охотничьих атрибутов, пороховниц и мушкетов с чеканными замками и эмблемами. Существовала интересная традиция. Каждому почетному посетителю из этой посуды наливали определенную дозу пива и вина, а затем в хмельном состоянии он должен был сочинить стихотворение и написать его в специальном альбоме. И в последующие столетия замок сохранял свое охотничье назначение. Во время штурма Нойхаузена Красной Армией в январе 1945 года замок был сильно поврежден. В послевоенное время он использовался для размещения строительно-монтажного управления и передвижной механизированной колонны. При этом часть разрушенных старинных построек была восстановлена, а на месте некоторых поставлены новые корпуса. Нынешний облик замка как памятника архитектуры, поставленного на государственный учет только в 1977 году, существенно отличается от довоенного. Но все еще сохранились великолепные средневековые залы со сводчатыми потолками и колоннами, где теперь располагаются ремонтные мастерские. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замок Шаакин Замок Шаакин Слово Шаакин пришло из прусского языка и обозначает «трава». Замок был основан на месте прусской крепости около 1270 года. Он предназначался для обороны побережья залива, по льду которого литовские отряды совершали набеги на Пруссию. В отличие от большинства прусских замков, имевших четырехугольную форму, Шаакин имел почти круглый периметр замковой стены. Причина такой необычной планировки, скорее всего, в том, что каменные постройки возводились по старому периметру окружавших ее валов. Сохранившееся до сегодняшнего дня главное здание замка претерпело последние изменения в первой трети XIX века, в эпоху расцвета романтизма, и приобрело готические черты в виде зубцов и угловых башен. В замке Шаакин по пути в страны Европы трижды останавливался русский царь Петр I, выбравший старый замок в качестве места для ночлега, отправляясь на корабле из Мемеля через Курский залив. Во время войны от боевых действий замок Шаакин не пострадал. После войны на территории замка расположилась конюшня колхоза, а помещение замка использовалось под жилье. Вторую жизнь замок Шаакин получил лишь в XXI веке. Сейчас здесь полным ходом идет восстановление замка и превращение его в туристический центр. Уже скоро здесь появится туристический комплекс с рестораном и замковой кухней, гостиницей и деревней викингов. А пока по крутым ступенькам можно спуститься в подвал, где в полумраке подземелья представлена мрачная коллекция орудий пыток. Дыба, испанский сапог, пыточный стул. В центре находится гроб с гвоздями, железная дева. Чем плотнее его закрываешь, тем глубже гвозди входят в тело. Во дворе же замка проходят рыцарские бои. Зрелище впечатляющее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова режима. Итак, речь пойдет о расположенном в районном городе Гвардейске замке Тапиау. Рыцари Тевтонского ордена появились в окрестностях современного Гвардейска в 1255 году. Здесь тогда находилась прусская крепость, которая сдалась крестоносцам без боя. В 1280 году был заложен замок Тапиау. Замок сразу стал стратегически важным пунктом по организации походов на Литву. В 1350 году между Деймой и Прегелем был прорыт канал, который и сейчас омывает замок. За долгие годы существования замок был свидетелем многих событий. В 1383 году литовский князь Витовт перебежал крестоносцем и был крещен в замке по католическому обряду. В 1457 году после утраты Тевтонским орденом своей столицы Мариинбурга замок Тапиау принял на хранение архив ордена. В середине 16 века герцог Альбрехт повелел провести реконструкцию замка в своих личных целях. Будучи тяжело больным, здесь он провел последние годы жизни и умер 20 марта 1568 года. В годы Семилетней войны крепость Тапиау находилась под юрисдикцией российской короны, а спустя 100 лет крепость Тапиау подверглась очередной, на этот раз почти полностью изменившей ее внешний облик реконструкции. Все это было сделано не случайно. Замок раз и как оказалось навсегда сменил профиль. Из оборонительного сооружения был превращен в тюрьму. Старые здания были заменены новыми административными постройками. Уже в начале 20 века здесь построили комплекс зданий из красного кирпича с башней. Во время Первой мировой войны часть замка была разрушена огнем русской артиллерии. При восстановлении было решено возвести традиционную для старых орденских замков крышу. При штурме Тапиау в январе 1945 года Красной армией замок не пострадал. И уже с апреля 1945 снова стал использоваться как тюрьма. Там содержались военные преступники из числа немецких чиновников и выгононачальников. Затем бывший замок Тапиау стал составной частью учреждения Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел СССР, а впоследствии Министерства юстиции Российской Федерации, известной в народе как Семерка. Замок Тапиау – одна из главных исторических достопримечательностей Калининградской области, и его надо заставить работать на развитие туризма. Сейчас в России и за рубежом ищут инвестора, который согласился бы построить в Янтарном крае новую тюрьму для переселения в нее обитателей Семерки, а взамен с его помощью создать музейный туристический центр, реконструировав замковые сооружения. Тогда бы туристы смогли взглянуть на архитектурное чудо – главный корпус замка Тапиау и полюбоваться с вотчатыми узорами стен и потолков, с мраморными изваяниями фигур орлов и драконов, оленей и кабанов. КОНЕЦ 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 КАЙМЕН КОНЕЦ 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 В середине XIV века началась перестройка крепости в камне. Высота стен была более 10 метров, а толщина – около 2 метров. Здание замка имело прямоугольную форму. Стены с южной и северной стороны были изогнуты, что повторяло древнее происхождение прусской крепости. С северной и западной стороны замок был защищен озером, а с южной стороны – ручьем. С 1424 года в Каменском замке разместилась волосная администрация – Камерат. В 1525 году Камератом руководил Андреас Риппе, который усилил эксплуатацию крестьян, увеличив налоги. Его жестокость спровоцировала крестьянское восстание, которое возглавил мельник Каспа. Мятежники захватили замок и пошли на Кёнигсберг, где прошли их переговоры с властями города. В середине XVII века замок был основательно перестроен. Значительные изменения в его архитектурном облике происходили и в последующие годы. Вторая мировая война пощадила замок, и его постройки использовались местным совхозом в хозяйственных целях. Однако постепенно сооружения замка ветшали, их стали разбирать на стройматериалы. Теперь замок практически полностью разрушен. Каменный двор зарос мхом и травой. В высоких стенах из валунов видны выразительные дыры. Зияют пустыми проемами окна с остатками решеток. Кирпич широкий, плоский и очень крепкий вместе с валунами растаскивают местные жители кто на баньку, а кто и на сарай. Не постеснялись и калининградцы приехать за прошедшим проверку временем стройматериалом машинами. Следы от колес тяжелой техники у стенных проломов видны до сих пор. Не прошло и нескольких лет, как замок, простоявший несколько веков, пришел в состоянии полной разрухи. А ведь что ждет этот замок дальше, трудно сказать. Возможно, если найдутся заинтересованные инвесторы, то рядом с замком появятся небольшие гостиницы. На сохранившейся брусчатке замкового двора можно было бы устраивать и исторические реконструкции. Недалеко от замка Каймин, на сельском кладбище в поселке Тростники, высится огромный крест. Верным за верность гласит надпись на нем. А чуть ниже даты 1914-1918 и изображение солдатской каски. Военных действий во время Первой мировой войны здесь не было, и памятник символический. Рядом с памятником можно увидеть руины приходской церкви Каймин, построенной в XIV веке. Посреди сельского кладбища высится башня и часть стены церкви. Если стать к церкви лицом, то хорошо сохранившийся фасад не позволит предположить, что двери – это вход в никуда. Однако это так. За уцелевшей частью церкви глазам откроется лишь голый фундамент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Топлакин В 56 километрах от Кёнигсберга уже в XIII веке Тевтонский орден построил укрепление вального типа, находившееся у впадения реки Немея, река глубока в Прегель. Проведенные в XIX веке археологические раскопки выявили сухой ров шириной около 4 метров, который огибал квадратную площадку. Этот первый укрепленный дом Топлакин, как это место тогда называли, стал жертвой нападения литовцев в 1376 году. Как писал хронист в начале XV века, в этом году неожиданно пришли литовцы и сожгли дом в Топлакине. Орден сразу стал восстанавливать замок в камне. Было выбрано новое место на северной окраине болотистой долины реки. Замок был с трех сторон окружен болотами. Кроме того, ручей, огибающий подножие холма, на котором стоял замок, был перекрыт. В результате образовались три пруда, также представлявшие собой дополнительную защиту на юге и западе. Замок представлял собой четырехугольник, окруженный каменной стеной. К жилому флигелю на западной стороне примыкал замковый двор, где находился колодец. Позже к северной и западной стенам были пристроены хозяйственные постройки, в которых имелись бойницы для обороны. К воротам через ров вел подъемный мост. Вполне возможно, что существовал и подземный ход, идущий к реке. Особенностью замка Топлакин являлось отсутствие Форбурга. В XVIII веке в замке размещалось местное управление, а затем его сдали в аренду. В XIX веке появились новые фронтоны с севера и юга, и двухэтажный портал в стиле неоготики со ступенчатым фронтоном. Замок был поврежден в результате январских боев 1945 года. В послевоенное время Топлакин был переименован в Толпакин. В настоящее время сохранилась северная часть замка – двухэтажное прямоугольное здание с двускатной черепичной крышей и руины замковой оборонительной стены. Уцелевшие помещения замка Топлакин – жилые. Хорошо сохранился замковый двор, вымощенный крупным и мелким булыжником. Камни образуют почти шахматный узор. В уцелевшем флигеле находится несколько квартир. От основного корпуса сохранились лишь массивные подвалы, которые используются как овощехранилище. На стене здания можно увидеть адрес – улица Мира, дом 12, замок под номером 12, как иногда говорят о Топлакине. Топлакин местное население почему-то называет тюрьмой, хотя тюрьмой он не был никогда. Возможно, первые советские переселенцы назвали так это место из-за старых кованых решеток на окнах дома управляющего. Теперь их нет и в помине. В 1997 году красивый кирпичный фронтон был разобран. Кирпичный фронтон был разобран. Недалеко от замка Топлакин можно увидеть хорошо сохранившиеся шлюзы, где еще читается уцелевшая с 50-х годов прошлого века надпись «Под знаменем Ленина, под предводительством Сталина, вперед к победе коммунизма». А рядом стоит старый автомобильный мост. Этот мост хранит память о подвиге отважных командиров танков, лейтенантов Ивани Малове и Ивани Кондрашине. Во время рейда 89-й танковой бригады по тылам противника Восточной Пруссии танкисты внезапно захватили подготовленный к взрыву мост через реку Прегель у Топлакина и в течение нескольких часов удерживали его, отбивая атаки противника, который так и не смог вернуть мост. За мужество и отвагу, проявленные при захвате стратегически важного моста в тылу противника, лейтенанты Малов и Кондрашин были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Малов и Кондрашин 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Новый замок был освящен в день святых Петра и Павла в 1325 году. Эти святые были изображены на гербе города Гердауэна. Они стояли в проемах красных трехбашенных ворот, облаченные в голубые одежды. ДимаTorzok 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 А спустя 10 лет здания, построенные в середине XIX века по образцу знаменитых мюнхенских пивоварен, стали разбирать настрой материала. И только сейчас руины бывшего пивзавода, да чудом уцелевшая вывеска, напоминают о былой славе железнодорожных. А ведь при грамотной экономической политике этот пивзавод можно было бы превратить в аналог знаменитой мюнхенской пивоварни Хофбройхаус, которую за год посещают более 4 миллионов человек. Субтитры создавал DimaTorzok В нескольких километрах от Мамонова находится одно из самых романтичных и загадочных мест Калининградской области – замок Бальга. Два года рыцари Тевтонского ордена осаждали расположенную здесь прусскую крепость Ханеда. Им удалось достичь успеха только тогда, когда прусский вождь Ходрун договорился с рыцарями о сдаче крепости. В 1239 году на этом месте был заложен замок Бальга, ставший первым замком ордена на территории нынешней Калининградской области. Во время восстания пруссов, когда многие замки были ими захвачены, Бальга смогла выдержать все атаки. Через 50 лет, когда строительство замка в целом было закончено, Бальга стала одним из самых больших замков ордена. Замок можно представить как подогнанный к местности неправильный шестиугольник, состоящий из трех флигелей. В них находились жилые помещения, трапезная, замковая капелла. До сих пор сохранились очертания внутри замкового рва и остатки мощной подпорной стены. С внешней стороны рва размещался форвург, в котором были склады, конюшня, кузница и различные служебные помещения. С преобразованием Тевтонского ордена в герцогстве владельцем замка становится епископ Георг фон Холленс. С середины XVI века начинается постепенное разрушение Бальги. Со временем Бальга все больше и больше становилась источником стройматериалов. Рухнули подпорные стены со стороны залива. В начале XVIII века король Фридрих I приказывает разобрать часть замковых построек и перевести стройматериалы для модернизации крепости Пилау. В конце XVIII века разборку замка прекратили. Остались только руины главного сооружения и Форбурга, где в сторожевой башне еще жили люди. Лишь в конце XIX века к Бальге стали относиться как к памятнику архитектуры. Была проведена частичная реставрация некоторых бывших замковых сооружений. Так в 1928 году восстановили сторожевую башню Форбурга, где разместился Краеведческий музей. Тогда же стены Форбурга были расписаны именами магистров Тевтонского ордена. Все имена написаны красной краской, и только имя магистра Уллериха фон Юнгенгена, погибшего в битве под Грюнвальдом, черный. Рядом с Форбургом был построен ресторан Ханеда, который стал весьма популярным, так как в нацистской Германии был развит культ замков, запечатлевший былое могущество Тевтонского ордена. При Гитлере в старых замках организовывали летние молодежные лагеря. Так случилось и с Бальгой. У стен Форбурга был оборудован молодежный лагерь, очень популярный в Германии, так как он располагался рядом с заливом, и там можно было не только изучать историю, но и хорошо отдохнуть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В 1939 году был торжественно отмечен 700-летний юбилей замка Бальга. По этому поводу у дома священника был поставлен большой камень с выбитой датой 1239 год. Сейчас этот камень находится в центре города Багратионовска. В начале 14 века в югу от замка была построена приходская церковь святого Николая, покровителя мореплавателя, покровителя мореплавателей, отличавшаяся отсутствием башни. До наших дней уцелели только часть стен и западный портал, лишенный орнаментированных черных камней, которые были недавно украдены. Рядом с руинами кирхи находится то, что когда-то называлось церковным кладбищем. Здесь покоились старики, младенцы, мирные люди и солдаты Первой и Второй мировых войн. В послевоенное время кладбище было разорено, но летом 1991 года здесь появился первый на Калининградской земле памятник бывшим жителям этой земли. Русский священник осветил перезахоронение останков немецких граждан. Под крестом надпись «Покойтесь с миром». Интенсивные бои, которые проходили в районе замка, довершили то, что разрушило время. До наших дней сохранились лишь остатки стен замка и Форбурга. В послевоенные годы Бальга продолжала служить местом паломничества не только туристов, но и так называемых черных следопытов. Одно время группа энтузиастов, любителей истории края, буквально бредила идеей восстановления замка. Но лишенные финансовой поддержки эти замыслы остаются лишь фантастическим проектом. В средневековье был Бальга, старинный замок прусский. Там, где крутые берега, где весело бежит волна, в залив вливаясь узкий. Стремились люди к красоте, с природой жили в мире, А ныне времена не те, о многом мы забыли. И не один гремел здесь бой, а мы впервые здесь с тобой. Нам больно видеть, как кругом история исчезает, Как сей старинный чудный дом о предках забывает. Не помнит замок уж имен, событий, дат и праздников. Во тьму веков он погружен, он лишь в мечтах фанатика. Быть может, время подойдет, он вновь увидит свет, И мертвый камень оживет. Кто даст на все ответ? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время первого прусского восстания Выяснилось, что замок Бальга, Являющийся главным опорным пунктом в этом районе, Мог быть легко блокированным. Поэтому в устье реки Фришинг Было найдено подходящее место для строительства замка. Здесь планировалось построить порт, Да и река считалась судоходной, Что облегчало продвижение рыцарей ордена в Пруссию. Хронист Петр из Дузбурга В своей хронике «Земли прусской» писал В 1266 году марк-граф Бранденбургский Со множеством рыцарей Пришел в землю прусскую И по совету магистра построил замок Бранденбург И пожелал его так назвать На вечную память в честь марк-графства своего. На западе от замка располагался Форбург. Замок от Форбурга отделялся рвом, Через который был перекинут подъемный мост. Слева от южных ворот Стояло здание с большим залом на первом этаже. К нему примыкало хозяйственное помещение, Которое называлось Цейхгаус. Там хранилось оружие и военное снаряжение. Цейхгаус имел со стороны двора Девять готических аркад. Форбург со стороны залива Защищала мощная оборонительная стена, Построенная в 16 веке. В середине 18 века Замок был разобран на стройматериалы. В юго-восточном флигеле В 90-х годах прошлого века Жили люди. Потом они покинули здание, И местные жители разобрали его. О том, каким был замок в конце 20 века, Можно увидеть в фильме «Жена керосинщика», Который снимался в замке в 1985 году. «Жена керосинщика» «Жена керосинщика» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Печальных и трагических событиях Подай плащ Контур, сегодня мне снова приснился тот самый сон Это лживый сон Ты слишком глуп, Йоган, чтобы толковать сновидения Ступай к братьям, желе им быть наготове Видите, значит, с ними можно договориться по-хорошему Они такие же люди, как и мы с вами Но одолеть их, Мантус, мы никогда не сможем Видишь, они траву едят Им не страшен голод Даже в пустыне они не пропадут Ничего, и мы научимся Слава Господу нашему Иисусу Христу о веке веков Вожди пруссов, я вижу, души ваши осенили мир и благоволение Довольны ли вы нашим братским согласием? Да, довольны Отправлены ли гонцы в ваши земли с благой вестью? Отправлены, да Монте, сын твой, святом крещении Генрих Скоро возвратится из Магдебурга на родину Все сыновья знатных пруссов, взятые заложниками Со дня святого Стефана будут освобождены Поется в псалме Пусть обнимутся мир и справедливость За фон Грунбаха! За фон Грунбаха! За фон Грунбаха! Дорогие мои гости, скажите мне Чего достоин человек, который в ответ на радушие хозяина Вонзает кинжал его спину? Предание огню по прусским обычаям Ночью, когда погасли факелы Кто-то из вас накинулся на меня Но благодарение Богу я был в кольчуге Это ложь Ложь? Ложь! 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 Дерри! Побойте, Дерри! Комтур, надо спешить. Пламя скоро охватит весь замок. Выводи коней, мы возвращаемся в Кёнигсберг. Теперь вместо этого деревянного замка пруссы возведут нам десятки каменных крепостей. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ